Тубарк Гринбир спрашивает в чате Почему Англия считается вершиной качественного звука Королевские студии искусств звания дают сэры-пэры Русские не умеют делать качество, когда все будет приезжать за крутым русским звуком Так, ну, собственно, мое представление об этом такое Что, во-первых, кто сказал, что Англия это, типа, вершина качественного звука Потому что я, если честно, не уверен, что это так считается То есть есть, ну, несколько стран в мире Вот именно, кстати, по качеству звука я такого не замечал Просто есть страны, в которых индустрия развлечений в области музыки развита очень круто И в разных жанрах То есть просто бывают какие-то страны, в которых один какой-то жанр из этих стран Всемирно более-менее заходит, а остальное где-то в пропасти дна находится Бывают те, у которых все как-то, все работает То есть, ну, те, у кого все здорово работает, это, естественно, европейские всякие страны То есть одни из самых крутых это все-таки даже, ну, не знаю, не англичане Мне лично английский, например, гитарный звук вообще не нравится Но, естественно, как бы там, ну, это одна из значимейших стран для некоторых жанров и так далее То есть все круто у скандинавов То есть у Швеции это вообще жесть Типа шведы все Евровидение практически все время делают Все там музыки, это, кого не глянешь, типа композитор обязательно шведом окажется У Леди Гаги там что-то продюсер или тоже композитор То есть Швеция просто безумно какая-то для, там, десяти миллионов своих или сколько там народу Безумно богатая страна на почему-то так Леонид Воронин, спасибо большое за донат Спасибо Ну, Финны и Норвегии, у них все тоже с этим нормально Германия Вот, допустим, типа Испания и Франция нет У Италии скорее такая тоже, ну, вот, как-то комси-комса, да, как сами итальянцы говорят То есть у них вроде как какая-то такая вот, типа, готик-метал итальянский почему-то заходит И, ну, там всякие Лошара Микантара, короче То есть какое-то вот такое направление музыки, в принципе, оно у них по-своему работает Но, типа, знаменитые итальянские суперкрутые рокеры, такого обычно редко дождешься Ну, честно, блин, я вижу просто, во-первых, экономическую причину Может быть, даже политическую То есть посмотри, ну, типа, вон есть Сербия, там, Албания Ну, неужели нет талантливого сербо ни одного в мире, который мог бы классное музло делать Или, там, вот, Венесуэла То есть это же чисто просто экономика То есть все страны-англофоны, там, западного мира У них, естественно, там, Австралия, не знаю, США, Канада, Новая Зеландия Ну, плюс Япония, Южная Корея То есть вот в этих странах вот все работает именно так Что у них не то, что внутри страны все здорово А они на весь мир, как бы, вот, делают какую-то музыку, которая заходит Я думаю, что в Россию за крутым звуком не будут обращаться Сейчас уже, ты сам понимаешь, просто тупо почему Просто тупо поэтому Насчет того, есть ли хорошие звукачи Есть ли хорошие звукачи Я уверен и вот твердо убежден, что В России есть хорошие кто угодно в огромном количестве То есть проблема, она, как бы, чисто... Ну, давайте все-таки затронем такую тему, как политота Я вот, я убежден, что дело в неэффективности государственного управления И все, только в этом То есть я не верю, что в России не существует ни одного человека Который мог бы быть настолько же талантливым, например, инженером И сделать настолько же какой-то, не знаю, потрясающий автомобиль Как Парше это сделал, как, там, Ламборгини и что-то наподобие То есть я, ну... Вот, ну, не верю Мне просто кажется, что по каким-то причинам этот человек Либо вынужден заниматься не тем, чем должен Либо кому-то, вот, выгодно Не знаю, чтобы о нем не знали Потому что мы видим, еще раз, уйму примеров Мы видим создателя Гугла У которого, там, родители из СССР еще, по-моему, там, тоже уехали в США Когда-то в его раннем возрасте То есть, по сути, русский Сергей Брин Мы видим, не знаю, там, ну, достижения русских в области IT Очень какие-то невероятные Там, Павел Дуров, не знаю, еще кто там То есть, вот, то, что у нас, не знаю, типа, не душится особо Там, типа, ну, то есть, так же украинцы, белорусы, понятно То есть, вот, показывают просто какие-то невероятные в этой области результаты Потому что, ну, потому что страна такая, что хочется в интернет от нее убежать Возможно Ну, вот, с музыкой, короче, мое представление все-таки такое, что Есть очень талантливые и скилловые И, то есть, ну, полностью готовые под мировую известность, там, люди То есть, они могли бы стать, там, не знаю, суперзвездами Получать Грэмми, кататься в туры по всему миру, по всей Европе Но есть, с одной стороны, внешнеполитические причины То есть, уже сейчас, уже сейчас просто никто тебе не будет рад Скорее всего, в, там, Европе И в каких-то других странах А, и есть внутри страны То есть, такая проблема, что просто Ну, по каким-то причинам Экономически, типа, это все просто не работает Как следует То есть, экономика музыки Не, не выстроена Нет индустрии этой И там сложная цепочка То есть, как это расписать Ну, грубо говоря, просто мало денег варится в музыке в России И все Просто вот поэтому Из-за того, что беззаконие, авторские права, там, нарушаются как угодно Трибют вечеринки И кавер-группы заполонили все Вместо того, чтобы был какой-то, наоборот, спрос на авторское творчество Люди скачивают музыку И у нас, как бы, привычка уже с незапамятных времен Именно пиратить музыку Это вот неискоренимая такая история То есть, сейчас как-то люди хотя бы начали платно подписываться на всякие там сервисы Но это, ну, типа, заставить человека из прошлого СССР, короче Ну, из стран бывшего СССР заплатить за Не за диск, не за кассету, а вот за файл в интернете За музыку в интернете Это что-то из, ну, на грани фантастики, из нереального И, соответственно, заходит и становится популярной только та музыка Которая очень недорога в производстве Ну, а именно рэп, поп-рэп вот этой новой волны Которая, в принципе, недорога в производстве И которая, ну, просто настолько массовая какая-то, что ее несложно делать То есть, если ты делаешь black metal, то твоя аудитория ограничивается Там, ну, из всего населения, например Из всего населения страны Если ты четко на одну страну делаешь Ну, раз в тысячу раз, наверное, уже Просто тупо, потому что 999 из тысячи людей просто тупо не слушают такой жанр Если ты делаешь поп-рэп, то у тебя аудитория, там, не знаю, 100 человек из тысячи Это просто легче Экономически просто тупо вот так Соответственно, со звукорежиссерами ты спросил именно про звук Про звукорежиссеров Та же самая история То есть, у звукорежиссеров Не так много клиентов Потому что все, кто в России как бы идет к звукорежиссеру Это, скорее всего, люди, которые за свой счет, накопив себе каким-то образом денег Идут себя записывать И это не самые талантливые, которых там продюсер как-то какой-то отсеял И выбрал, и оплатил, и так далее Не контрактные артисты Это не... Ну, или не обязательно самые талантливые Давайте так скажем Может быть, талантливые и есть кто-то, кому тоже там свезло Или даже они вот честным трудом достигли какой-то популярности и успеха Это идет, типа, Андрей Ковалев из группы «Пилигримы» Ты как бы делаешь не то, что действительно круто А то, ну, вот такой, кто платит, тот заказывает музыку Это идет к тебе, там, Ольга Бузова Это идет еще кто-то Это в лучшем случае А так, то есть, вот, любой даже какой-нибудь, ну, крутой, хороший звукорежиссер То есть, там, не знаю, и с образованием, и с опытом, и с... Который хорошо работает в разных жанрах Он, если он по профессии остается звукорежиссером То у него половина времени, больше половины времени Это записать рэперов, записать дикторов для рекламы Скидки до 50% В торговом центре, еб вашу мать Потом дальше, там, типа, поздравления с днем рождения для нашего любимого начальника Типа, начальник наш начальник Ты наш, блядь, родоначальник То есть, вот, всякую хульню просто творишь Ну, и при этом, как бы, вот, все 100% времени ты, скорее всего, занимаешься записью В любом случае людей, которые за свои деньги это делают Вот так В Англии звук хуйня Вот я тоже так сказал, в принципе Я тоже согласен, что В Англии, на самом деле, звук-то не очень То есть, почему-то так вот именно про звук сказал, что в Англии Самое крутое, конечно, США То есть, в плане именно качества звучания Ну, потому что, блядь, США это США Тут нечего сказать То есть, ну, немцы, конечно, тоже хорошо делают достаточно Японцы, наверняка Вообще, в целом, то есть, вот, именно конторы, которые делают оборудование для звука Самые крутые Ну, это, вот, наверное, вот те три страны, которые я назвал все равно Потому что Зенхайзер Это, как бы, просто что-то на уровне божества, да Типа, там, Sony Sony, я считаю, именно хороши в плане звука JBL, кстати, чья контора? Я что-то не помню Американцы Ну, вот, типа того Да, то есть, вот Самые какие-то крутые Даже тупо кто оборудование делает Самые крутые барабанные тарелки, например, да Это, ну, вообще, в принципе Существующие барабанные тарелки Более-менее как-то на рынке Всемирном Это Sabian Это американо-такая, типа Ну, короче, американская контора Но там что-то армянского происхождения, по-моему, там есть какой-то чувак Zildjian Примерно похожая история Paste Это у нас, кто я забыл? По-моему, немцы А, швейцарская компания Швейцарцы Эти, блядь Кто еще есть? Короче, производители Тарелок То есть, вот, вот, просто вплоть вот до таких вот Ну, тарелок барабанов Для барабанов Вплоть до таких вот делов, что Если ты родился, там, не знаю, короче, в Германии Просто тупо твоя же собственная страна Она уже славится тем, что Делает, там, всему миру Что-то из, там, барабанного Ну, Meinl, по-моему, Meinl, кстати Они же тарелки тоже делают, да? Да, Германия То есть, все Как бы вот уже Уже твоя страна Уже Тупо даже по оборудованию Всемирно крута То есть, у них это Ну, как бы, мне кажется И плацдарм Выше уже То есть, для того, чтобы начать И спрос на это все больше Просто тупо поэтому Ну, и честно Так же работает, мне кажется С любой хуйней Почему в России ноутбуки не делают? В Польше делают? Ноуты Пиздатые В России не делают Политические и экономические причины Чисто поэтому В России блатняк лучше всего звучит Ну, неплохо он звучит, кстати, иногда Иногда нормально делают даже Самосват говорил, что в России проблема Что всем занимается один звукарь А в Европах разные люди делают Что тут один человек Да Но почему? То есть, он, в принципе, прав Я с этим согласен Но почему разные люди Занимаются в Европе разными делами? Да потому что, блядь Им платят И потому что на это есть деньги И потому что Как бы Есть смысл тратить на это деньги Причем даже не свои собственные музыканты Из кармана Хотя из кармана тоже есть смысл А Типа это может и лейбл И продюсер И все что угодно делать То есть, просто Ну, конечно, есть Технический звукорежиссер Как там инженер Или еще что-то Короче, технический там звукорежиссер Который отвечает непосредственно за Ну Не за сведение Не за мастеринг Не за еще что-то А за вот сам момент записи То есть, который там Ставит микрофон Или это вообще помощник Может быть какой-нибудь звукорежиссера Ставит микрофоны Там, не знаю Следит за Акустикой помещения Еще какими-то делами Я понятия не имею Есть саунд-продюсер То есть, есть звукорежиссер Который крутит крутилки А есть тот Который ему говорит Что он этими крутилками Должен накрутить Это тоже Обычно отдельный человек Какой-то должен быть У нас это Либо сам звукорежиссер Выполняет эту функцию Либо кто-то из музыкантов Группы А если это там Школьник 15 лет Который не понимает Сам, что он хочет Или он не знает Как описать, что он хочет То, как бы Конечно, у нас будет Получаться пиздец То есть, саунд-продюсер Как бы роль саунд-продюсера Выполняет Либо звукач Которому заплатили Блин Какие-то Ну, просто смешные деньги За сведения И так далее Либо Ну, который, как бы Это, ну, сделает, как сделает Еще спасибо, что сделает Либо кто-то из группы Ему говорит Что, слушай, братан Надо вот правки внести Такие-то, такие-то Так-то и так-то Если это будет Сергей Сокол, например То будет пиздец В Россию за коричневым звуком Можно обращаться Ну, да, тоже Как поспал, браток, братишка? Слушай, я не знаю Я выспался Вот, я прочитал уже Оношевленный бот На эту тему звукарей Мало в РФ Обучавшихся в Европах Ну, конечно, да Но я тебе больше скажу Звукарей, в принципе Ну, в России достаточно мало Но проблема в том Что и спрос на них Он слишком маленький То есть, ну, типа Это Ну, типа Незаслуженно обделенная тема Вот так вот Вся эта тема Она незаслуженно обделенная То есть, я вот недавно Мы с Дашей, короче Встретились с ее Интернет-знакомой И получается Блядь Ебаная муха, а Что нахуй Вот Убить не получается Зилджиан и Сабиан Это Турция Да? Я почему-то был уверен Что это США Сабиан Канадский и армянский Производитель музыкальных инструментов Сабиан Ну и что ты мне рассказываешь Зилджиан Производитель ударных инструментов Считается ведущим Тоси Боси Хуй на тросе Американец Армянского происхождения Ну, блядь Все я правильно сказал Армяне и американцы Ну, только Сабиан Канадцы Один хуй пизда Вот Но, опять же Это не Армения Это армянского происхождения То есть, как бы Это говорит о том, что Видимо Как минимум Ну, это тоже, кстати Говорит о чем-то То есть, я не знаю Именно из Армении Какую-то фирму То есть, это говорит о том Что армяне, походу Среди них Большой процент людей Которые шарят в том Как пизда-то Должны звучать тарелки По каким-то причинам Или которые могут их делать То есть, вот Чисто статистически Так получается Вообще возможно Что там просто Вся Армения Это гении Барабанных Там, типа, дел Но по итогу Они реализуются Только если они Сдриснут в Канаду Или в Америку Это очень печально Так вот Так вот Да Звукорей Значит У Дашиной Вот этой подруги Карас парень Учится на звукорежиссера Но он учится Типа Короче, не важно Учится, блядь На звукорежиссера Вот у них на потоке Он говорит Или там на курсе Я не знаю Как это называется Там какая-то Ваша, блядь Студентская хуйня У него В жопе Типа Десять чуваков Он говорит Типа Те, кто нормально учатся И те, кто будут По профессии работать Это, наверное, человека два Вот так Попутал один хуй Родственники Кто с кем А, Сабиан и Зилджин Родственники Но это я не знаю Основатель поисты Служил в царской российской армии Нихуясь Не, не знал Но это Ну, мне лень проверять Но может быть Дефексп Я вот, честно, даже Такую контору не знаю А досадно У меня исправляет на дексп Может быть, дексп Типа имеется в виду Или дефекс Дексп именно Знакомая Каталог Ну-ка Персональные компьютеры А ноутбуки-то у них есть? Портативная электроника Смартфоны Сотовые телефоны Бля, а как найти-то ноутбук? Чё за херь? Персональные компьютеры А, компьютеры и ноутбуки Ну, короче, персональные компьютеры Бля, реально Если есть, короче Дексп Это, типа, раз Наша контора? Ебать Я в следующий раз Если буду ноут брать Наверное, буду брать Просто Чисто так Как говорится Поддержать Пожилую Контору Больше диаспора Ну, вот я о том же говорю Да Мы недавно, блядь Обсуждали это в чатике С челиками Насчёт того, что Типа Народ не привязан К государству И поэтому Супер тупо Говорить, типа Какие-то общие фразы Обобщать Типа, например Бля, японцы Типа, не люблю японцев Потому что Они Дружат с США Типа То есть вот такая фраза Это самая тупая хуйня на свете Потому что, блядь Ты одновременно Всех японцев Обобщил При этом Привязал их Ну, к Японии Хотя, блядь Японец не обязательно Вообще даже живёт Япония И не обязательно Поддерживает политику Государства Которая там Которая проводится И при этом Ещё и такую вот Хуйню спизданул То есть это прям Супер тупая поебень Армения пиздецки Гордится Саадом Хотя те по факту Американцы Ну, как бы Это тоже Понятная история Мы тоже Тут в России Я думаю При первой же возможности Будем рассказывать Что да Это Это мы Это у нас Тут родились Там кто-то Сергей Брин же тоже По-моему Вот это Создатель гугла Он родился По-моему даже В Москве Да, в Москве Это Ну, как бы Блядь Мы же понимаем То есть что Если будет Какой-то повод Типа сказать Что да Блядь Там Хуё-моё Гордимся Тоси-боси А на самом деле Как бы Ну В глубине души Все всё понимают Что на самом-то деле Обидно Ладно Всё Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok